Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, мы с вами разбираем основные события минувшего торгового дня, делаем на них акцент в том случае, если они привели к интересной волатильности и к серьезным движениям на финансовых рынках. В поле нашего зрения традиционно остается ряд инструментов, среди которых доллар, евро, фунт, австралийца и канадец с нефтью. Конечно же, когда есть возможность детализировать фундамент по какому-то одному из этих инструментов, если на повестке есть отдельный отчет, я стараюсь уделять больше внимания, скажем, какому-то одному из этих инструментов. Ну, а в целом, как вы знаете, на финансовых рынках, те, кто ищет информацию сюда находит, у нас, в принципе, всегда с вами есть о чем поговорить и что мы можем обсудить, опять же, по большинству инвестиционных идей. Сегодняшний день не исключение, пробежимся, как и всегда, по основным инструментам, на которые обычно делается ставка, приурочим, опять же, к содержанию экономического календаря. Сегодня у нас в 11.30 по московскому времени снова первый отчет, на который мы обратим внимание, это данные по Англии, в частности, розничные продажи. Это, можно сказать, кульминация уже релизов по росту доходов домохозяйства английских и данных по инфляции. У нас есть с вами четкая картина, видение и реальные цифры того, насколько растут доходы. Мы понимаем, как эти доходы соотносятся с показателем инфляции. И сегодня у нас есть возможность убедиться также в цифрах, влияет ли высокая инфляция все-таки на потребительскую активность. После сегодняшнего релиза, я думаю, что можно будет с фунтом и оценкой перспективы повышения процентной ставки частично закрывать уже тему, потому что до августа еще довольно много времени. Мы делали большой акцент на рост британца. Я сейчас вернусь к этой идее, опять же, попробую объяснить, почему этот рост не последовал. Хотя это объяснение будет еще даже с небольшим вопросом, почему все-таки фунт не отреагировал восстановительной динамикой на тот новостной фонд, который сложился за последние две торговые сессии. Но фунт, собственно, как говорят трейдеры, предполагают, сами инструменты располагают. Мы не можем, конечно же, спрогнозировать на 100% то, что произойдет с активом. Мы стараемся быть максимально близкими к долгосрочным целям, ориентирам, куда через небольшой шум рыночную волатильность, в конце концов, будет стремиться каждый актив. Начнем мы сегодня с рынка черного золота, потому что вчерашний день – это день очередного перехвата инициативы покупателями. Кто-то может, опять же, сейчас возликовать. Наконец-таки мы отбились от поддержки 70, даже до этого уровня цены так и не добрались. Соответственно, дальше будет рост. Я, друзья, сразу же хочу сказать, ни в коем случае не разделяйте такую позицию, потому что тот откат, который мы видели, он связан, с одной стороны, с статистикой, которая имела место быть вчера, ну а с другой стороны, больше, даже лучше можно сказать, что этот откат тоже преимущественно технического характера. После тех серьезных распродаж, которые были начаты еще на прошлой неделе, в совокупности превысили 10%. Мы ведь, честно говоря, с 80 долларов за баррель как раз и подобрались к 70 долларам за баррель. Конечно же, распродажи, они могут быть сверхсущественными, но все-таки, понимая суть природы любых трендов, безусловно, однонаправленным движением быть не может. Поэтому сейчас я предлагаю подвести итоги вчерашнего дня и все же снова закинуть несколько таких пессимистичных ноток в будущее цен на нефть. Ну, надеюсь, для кого-то они настанут лишь еще дополнительным сигналом того, что вы все правильно делаете, если сохраняете короткие позиции. Что же вчера было основным? Это статистика от администрации аналитической информации по запасам нефти, дистиллятов нефтепродуктов в целом, по объему нефтедобычи. Эта статистика в моменте оказала серьезное влияние на то, что происходит на рынке черного золота. В частности, запасы выросли на 5,8 миллиона. По идее, если у нас растут запасы, значит, можно смело продавать нефть. Эта логика работает, если у нас не вступает в силу такой фактор противодействия, компенсатор в виде роста и, скажем так, лучше динамики запасов бензина. И в данном случае запасы нефти у нас выросли на 5,8 миллиона. Запасы бензина резко сократились. Это оказало большее влияние на настроение и позволило покупателям локально перехватить инициативу, потому что снижение запасов бензина фактически указывает на более низкие показатели загрузки нефтепроизводственных мощностей. И эта статистика традиционно, опять же, я уже обратил для себя, отметил для себя, что трейдеры в последние месяцы больше охотно даже реагируют на то, что происходит с запасами именно бензина. Потому что спрос на этот нефтепродукт отчасти позволяет нам говорить об активности потребителей, ну и, соответственно, позволяет оценить ситуацию со всем рынком черного золота в рамках американской экономики. То, что касается причин, почему все же нужно сохранять короткие позиции. Я с большим удовольствием для себя констатирую то, что в США был достигнут совокупный показатель по нефтедобыче в 11 миллионов баррелей. Мы так долго его ждали, друзья, что я называл даже эту планку психологической. Вот, собственно, мы ее сделали, потому что производство нефти в Штатах за прошлую неделю выросло на 100 тысяч баррелей. 11 миллионов баррелей в сутки – это значит то, что США фактически на расстоянии вытянутой руки от России. США, скорее всего, потеснит Россию в ближайшие месяцы по совокупной добыче. И вы должны понимать, друзья, что у нас ведь в рамках договоренностей по факту последней встречи ОПЕК было получено решение странами ОПЕК+, плюс поднятие совокупный показатель нефтедобычи больше, чем на 1 миллион, хотя там цифру обсуждали в 1 миллион. Я уверен, что цифра будет повыше. И сейчас, видя то, что Штаты наращивают добычу даже более стремительными темпами, чем раньше, должна все-таки в игру вступать элементарная математика. И я надеюсь, что вы оцениваете те риски сверхпредложения, которые уже начинают становиться до невозможности более явными и откровенными. Вы понимаете, что сейчас нет смысла говорить о каких-то рисках для того, что на рынке будут недопоставки сырья. Потому что те регионы, которые могли, собственно, стать причиной дефицита предложения, они уже канули в историю, потому что мы этот фон уже не разбираем. Ливия поставляет, опять же, прежние, вышло, выходит постепенно на прежние показатели экспорта. А в отношении Ирана в последнее время даже все чаще начинают звучать разговоры о потенциальном смягчении к ноябрю. Оппозиция из Соединенных Штатов Америки, по крайней мере, в отношении тех компаний и стран, которые все еще работают с иранской нефтью. Раньше, да, позиция была довольно жесткой. Мы эту позицию помним, то, что Трамп фактически угрожал по странам вести санкции против них, если они будут после ноября закупать иранскую нефть. Сейчас, конечно же, уже тон более миролюбивый, возможно, советникам Трампа все же удалось убедить его не обострять и, скажем, не усугублять, и без того неспокойный фон, связанный с этим. Для того, чтобы убедиться в том, что нефть должна испытывать такое позиционное долгосрочное давление, я как раз и предлагаю взвесить вот эти показатели спроса и предложения. Думаю, что аргументы, которые были проявлены, они уже достаточны, чтобы вы сами сделали себя выводы. Также, кстати, вчера вышли данные по проценту исполнения странами ОПЕК плюс соглашение по снижению объема добычи за прошлый месяц. Так вот, процент исполнения сейчас снижен до 121% со 147%. То есть, как и было отмечено в ходе созидания ОПЕК плюс, уровень исполнения договоренностей будет сведен к 100%. А это как раз и говорит о том, что производство нефти должно быть увеличено. Про прежние причины даже не считаю нужным сейчас говорить. Причины, которые, опять же, связаны с статистикой по Китаю, слабой, с перспективами глобального экономического спада, вы все эти факторы помните. Поэтому текущая ситуация на рынке остается нисходящей, долгосрочной, конечно же, медвежьей. Любые попытки покупателей все-таки перехватить инициативу я советую воспринимать довольно спокойно. Если хотите, может быть, и даже увеличивать сделки на продажу, я сохраняю селл, друзья. И мы, как и раньше, с вами ждем, ну, как минимум 70 долларов за баррель. Тем более, что до этой планки остается, ну, совсем чуть-чуть. Рубль 63, как и было отмечено, все труднее, собственно, российскому регулятору удерживать рубль более-менее на стабильных значениях. Так, молодцы они, конечно же, что создали условия, при которых девальвация не стала стремительной, но все равно рубль теряет. И как ни крути, этот уклон именно проигрыша постоянного против основных конкурентов, вот эта тенденция, она продолжится. Поэтому 64-65 это цены, которые падут, друзья. Тем более, что раньше мы с вами говорили об этих значениях, рассчитывая на то, что цены на нефть должны развернуться. Сейчас нисходящая динамика уже на наших глазах развивается. Вы сами все прекрасно видите, что происходит с нефтью. Поэтому вопрос 65, точнее даже горизонт ожиданий, он немножечко даже суть сократился. И эта цель по временному периоду стала ближе. Евро против доллара. Лоу практически 1,16. Немножко мы восстановились. Евро остается под давлением. И в принципе под этим прессом так и продолжит котироваться. Потому что вчера наш с вами расчет на то, что против европейской воюты должна выступить еще и инфляция, оказался оправдан. Потому что базовая инфляция снизилась с единицы до 0,9%. 0,1%. Для кого-то, скажем, незначительное сокращение. Для базовой инфляции это очень рисунный показатель, друзья. Это спад, который указывает на все же продолжение тенденции сокращения. Поэтому потребительская активность, на мой взгляд, вот эти цифры по базовой инфляции будут аргументом, самым настоящим, обязательным для Драги во время следующего заседания Европейского центрального банка, когда ему снова придется отвечать на вопросы, остается ли ЕЦБ предан прежним планам сворачивания программы количественного смягчения и, собственно, последующего повышения процентных расставок. Чтобы не сказал Драги, в конце концов, он обязательно сделает ремарку в сторону того, что общий показатель базовой инфляции остается подавленным и, соответственно, если картина не улучшится, то планы придется пересматривать и по программе QE и по, собственно, сокращению, точнее, повышению процентных расставок. Поэтому по евро, друзья, 1.15, мы с вами многого-то и не хотим, нам не нужен паритет, хотя когда-то был нужен, но времена меняются, сейчас цели поскромнее. 1.15, думаю, что цель, которую мы можем сделать, самое главное, не отказывайтесь от этих коротких посылов и верьте, как и я, в том, что фундамент должен оказать нам поддержку и поспособствовать больше слабости рисковых инструментов. Доллар, японская иена, вчера у нас статистики не было, вчера не было отчетов, которые смогли бы повлиять на вероятность изменения процентных ставок, ну и, собственно, и бог с ними, потому что до этого у нас было выступление Джерома Паула, вчера второй день выступления в Конгрессе, но, как и ожидалось, уже менее насыщенные на интересные комментарии. Все, что он должен был сказать, он сказал в ходе торговой сессии вторника. И напоминаю, что дав исключительно оптимистичную оценку, Джером Паула подтвердил по-прежнему готовность Федрезерва повышать процентные ставки, потому что ФРС сейчас задумывается о рисках перегрева экономики, не хочет допустить выхода показателя инфляции за пределы установленной цели. Ставки нужно повышать, ставки будут повышаться. Ну, а на вопрос, почему доллар вчера ослабнул против японской валюты, я вот вижу две причины. Друзья, ну, какую хотите, такую можете использовать, чтобы объяснить, опять же, повышенный спрос на иену, хотя эффект, наверное, был общий такой, эффект склаченный. Во-первых, снижение доллара совпало точь-точь с заявлениями Кристин Лагард, которую возглавляет Международный валютный фонд, о крайне негативных последствиях продолжающегося торгового противостояния в мировой экономике, где в основном фигурируют Соединенные Штаты Америки, и именно они возмутители спокойствия. Можно сказать, что другие страны защищаются. И по версии, по мнению НВФ, тот анализ, который был проведен, уже позволил Кристин Лагард говорить о том, что мировой ВВП потеряет как минимум 0,5%. Это около полутриллиона долларов, и эти потери могут быть уже претворены в реальность в жизни 2020 году. Соответственно, пострадают все экономики, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Кто-то говорит, что как раз прежде всего и пострадает, прежде всего США. Но последствия все-таки, как ни крути, очень трудно сейчас просчитать. Поэтому давайте руководствоваться все же заявлениями таких влиятельных институтов, как МВФ. Видимо, у них есть больше, скажем, водных, чтобы строить эти долгосрочные прогнозы. Поверим на основу эти цифры. Поэтому для трейдеров, конечно же, эта статистика не стала, безусловно, откровением. Потому что только глупец предполагал, что мировая экономика вырастет на фоне роста торговой напряженности и эскалации этого противостояния. Но спад на 0,5% может быть даже довольно крутоват, учитывая то, что речь идет о 2020 годе, до которого в масштабах развития, роста мировой экономики не так уж и много. И вторая причина – это комментарии со ссылкой на Китай о том, что в ответ на те меры, которые были приняты в США относительно новых таможенных пошлин, они также пойдут на дополнительные шаги. Я вообще не понял природы, если честно, вот этих заявлений. Потому что мы и раньше знали, что Китай не будет отсиживаться и будет действовать в таком же агрессивном и, как они отмечаются, поставилом по масштабу ключи. Но почему это заявление стало причиной вот этих опасений, которые на рынке в моменте появились, я не знаю. Может быть, все-таки не вот эти комментарии из состава Китая, а заявления именно от Кристин Лагарты касались своего влияния. Но в целом они касаются одной темы, друзья. Поэтому я даже думаю, не стоит копаться в первое и второе причине. Стоит только обозначить то, что на рынке снова, вновь стали актуальными опасения в связи с перспективами глобального экономического роста. И нам еще раз, как будто бы специально напомнили, что переговоры в целом не ведутся. И стоит сейчас кому-то из регионов, ну прежде всего, конечно же, США, основа сделать шаг в сторону этого протекционизма, тут же последует шквал ответных мер. А значит, давление, к сожалению, на доллар может возобновиться. Пока что это не так уж и выражено, потому что доллар, японская иена, хоть и потерял вчера в рамках закрытия торговой сессии, сегодня, посмотрите, снова на пороге 113. Я считаю, друзья, то, что мы можем пока фокусироваться на прежней идее и ставить на то, чтобы пара доллар-иена закрепится все-таки выше 113. Ну, почему-то верю я больше в статистику и верю в то, что ФРС через свои планы повышения процентной ставки все-таки останется основной идеей для тех, кто спекулирует, собственно, долларом. Фунт против американца 1,30 уровень. Я вчера устоял, сейчас котировки 1,3070, может быть, 1,3080. Зарплаты у нас, которые вышли во вторник, 2,5%, лучше, чем в целом месяц назад, индекс потребительских цен вырос до 2,4%. Получается, что зарплата выше, чем инфляция. Если сегодня мы увидим хорошие цифры по роничным продажам, то, возможно, роничные продажи, именно позитивный отчет укажет на то, что инфляция особо и не оказывает серьезного такого тормозящего воздействия на активности потребителей. Поэтому, друзья, если сегодня выйдут сильные данные по роничным продажам и фунт у них может укрепиться, я считаю, что можно будет отказаться на какое-то время от длинных позиций по британцу, потому что текущие котировки и реакция, которая может последовать, станет еще одним доказательством того, что очень сильно многие переживают за будущее Brexit, а тем более, что вот-вот Комитет Европейского Союза должен дать ответ относительно тех предложений, которые были предложены Великобритании и еще Европейскому Союзу в конце прошлой недели. Ну, если кто-то очень большой, крупный хочет закладываться под эти риски, конечно же, наш с вами позитив, он сейчас неуместен, потому что, видимо, эти крупные игроки будут тащить пару к уровням, где находится ископлено самое большое количество стоповых ордеров. Я думаю, что это вот где-то рядом с отметкой 1.30, но могу ошибаться. Немножечко подбешивать даже начинает то, что происходит с британцем. Я, друзья, говорил, что мое терпение тоже уже на исходе. Давайте сегодня мы закроем тему с роничными продажами, завтра подведем итоги, ну и уже решим для себя, работаем мы еще с мутом или нет. Доллар канадец. Вчера наверняка вы заметили то, что канадская валюта неплохо отыграла часть потерь, понесенных в последнее время, укрепилась против доллара. Я связываю рост канадца не только с укреплением, точнее, с ослаблением локальным американцев, но еще и с очень важным комментарием со ссылкой на министра экономики Мексики о том, что Мексика не поддержала возможность двустороннего торгового соглашения США в обход НАТО. Очень, на мой взгляд, важный комментарий, потому что он явно указывает на то, что США сейчас пытаются договориться с участниками Североамериканского торгового альянса по отдельности, потому что не хотят они уже работать с некоторым новым подобием прежнего соглашения НАТО. Если так, то Мексика, как вы знаете, это не единственный регион, который действует в этом соглашении. В нем также и Канада, которая нас интересует. И сам факт вот этих переговоров, я считаю, можно воспринимать как угрозу для НАТО, угрозу для торгового соглашения будущего, которое многие оптимисты ранее предполагали, будет учитывать интересы Канады, не будет она учитывать интересы Канады. И, соответственно, неопределенность с этой темой может стать причиной дополнительного давления на канадский доллар. Но в ближайшее время мы все же можем переключиться на статистику, потому что завтра у нас данные по инфляции. По ожиданиям базовой инфляции с отрицательной территорией минусом 1,1% выберется на положительную. И, как и было отмечено ранее, трейдеры, скорее всего, снова заговорят о будущих решениях Банка Канады по процентной ставке. Если инфляция действительно вырастет, то это может стать хорошей базой для какосочного роста. Канадцы потом уже снова переосмыслят вот это будущее соглашение по НАФТО и поймут, что рисков для канадцев больше. Но в моменте, друзья, до конца этой недели, я думаю, что нас ждет еще небольшой ралли, которое может затащить пару долларов Канаде с отметки 1,3050. По австралийцу 0,73 мы пока что не сделали настойчиво. Этот уровень не хочет даваться, стоило нам только снова приблизиться к этой планке, как сегодня данные по уровню занятости оказались сверхпозитивными для австралийца, поддержали курс пары австралийца против доллара и снова занятили котировки выше отметки 0,74. Но рынок успокоится, друзья, потому что один отчет по рынку труда никак не может повлиять на целую монетарную политику, поэтому хочешь, не хочешь, но мы с вами вернемся к и мягкому режиму, который действует в рамках резервного банка Австралии. Ну и, скорее всего, еще раньше мы с вами вернемся к росту курса доллара, который должен все же притопить позиции австралийца цели 0,73. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся мы завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.